просто вы меня простите просто за камеру лейтенант голубев меня так пошутил хорошо это какие права ему да он смотрит вы мне не давали никакие вот это шуточки у него приходится включать за такой лейтенант голубев армайерской а у вас вы по наоборот м фон у вас все целая куча мы штраф оплатили по его из-за штрафа знаете да да платил с собой питаться нет сейчас проверим давайте вот своевременно все успели ну конечно все меня списали очистить она тут момент вас просто не было правда и я-то своевременно вот система очень долго задержит меня целый месяц система не принимала пока я сам не пришел к танцам не собой минут 20 меня останавливали сегодня то же самое было вам легче тому экипажу позвонить чем на права меня пробивать который меня остановил кипа тоже на укупанский чем какой автомобиль а я что-то не это не заболе он не обращал внимание посмотрите они вас а пустите его уже ну пишут же протокол пусть выучат сюда не все просто успевают вы вы уже есть водительскую, мы его до шлем выпитываем. За шлем дело такое, на 700 рублей там, по-моему, за шлем. Ой, нет, там не на 700, а на 500. Сереж, а вы сейчас останавливали, скажи, скутер Бубенко Дмитрий Геннадьевич? Проверяли его по штрафу? Все, вы были честны с нами. Останавливается все у вас в платье, молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот этого человека, я его не спрашиваю. Вы, значит, плохо смотрели? Нет, дело не в том, что как я смотрел, как он отвечал. Или вы хотите сказать, что я плохо помню? Вы перекутали просто сотрудников, я не знаю, кто как вам там отвечал. Это не в моем присутствии. Нет, старший полицейский, но я спрашиваю, дом, должность. Он говорит ППС. А на машине написано ОВО. Это очень странно. Что странного, я не пойму. Ну, у вас должность... Старший полицейский. Патрульной службы? Не ведомственной охраны. А, вот как. Конечно. Ясно. Нет, прошлый раз вы говорили ППС. Я говорил? Да. Вы уверены в этом? Да. Просмотрите дома и потом, я не знаю там... Не проблема разговоры. Говорил старший ГНР, что он ППС. Ну, все, все, не проблема. Посмотрите. Было появление у него, да? Так вы охраняете или проводите задержание? Чего вы занимаетесь? Почитайте закон, пожалуйста, вы грамот. Так я десятый, одиннадцатый. Да я уж откуда могу узнать. Я уж откуда. Ага. Заняться нечем в три часа ночи, да? Ну, так вы людей в войск запихиваете. Если он там сидит, непонятно почему. Почему он там сидит, никто не понимает. Ну, это вы не понимаете. А он понимает, за что он там сидит. Он не понимает. Понимает? Ну, ему в суде расскажут. Вы будете рассказывать в суде? Нет. Я слишком мал и глуп, чтобы рассказывать в суде. Ясно. Здесь курить нельзя. Законно надо знать. А вам можно курить? А я не курю вообще. Да? Да. И когда я подходил, не курить? И когда я подходил, не курил. А, нет, не вы. Вы путаете меня с своим человеком, да. А почему? Вам можно, вот вам полицейским можно, а мне нет. А кто курит? На территории поликлиники кто курит? Нет. На территории поликлиники никто не курит. Ну что ж вы себе позволят? Вы же общественный контроль. Ёлки пау. А сами нарушаете. Ай-яй-яй-яй. Ооооооооо. Вот не сказал бы я сейчас, то вы бы покурили бы, товарищ. Знаете как, а могу я отойти до курилочки? Помню, там видите беседочку? Где, где? Там вот курилка. Могу я туда отойти? Нет? Ну тогда уж извиняйте. А где мне покурить можно? Где пока. Вы же знаете, вы же... Ну давайте я на отведенное место пойду да покурю. Ну сейчас мы именно пойдем и пойдем покурим. Не, ну а я в каком сейчас статусе? Вы? Да. В статусе доставленного. Ну, и что, я ж не задержан, правильно? Нет. Ну, тогда какие проблемы? Здесь стойте. Не, я на курилочка. Она тут рядышком, ничего страшного. Уже подъезжаем. Не, подождете, подождете меня. Сюда подойдите. Я тут не знаю, где я. Я задержан, у меня статус какой? Я свободный у меня сейчас статус или нет? Нет. У меня свободный статус? Нет. Руки, руки, руки. Сюда подойдите, к машине подойдите. Вот там возле машины стойте. Так почему? Зачем? Почему вы мне тогда вот сейчас руками хватаете? Ну, потому что вы оказываете фактические непонимения. Я? У меня статус какой? Статус? Свободный я сейчас человек. Свободный. Так почему я сейчас ничего не могу сделать? Потому что вы здесь, постойте. Пока не пройдете медицинское свидетельство. Все такие грамотные стали, а законы сами соблюдать не могут, да? Да? А что я нарушил? Да не, не. Не, скажите, что я нарушил. Ничего, все. Ну, во-первых, начнем с того, что люди больные лежат, а вот голос разговаривает. Нет, что я нарушил, что я нарушил? Я что нарушил, конкретно? Какой я закончил сейчас нарушил? Если б я вам замечание не сделал, что в данном месте курить запрещено, вы бы закурили, тем самым нарушили. Правильно? А вы же юридически подкованный человек. Я курил. Вы стояли из сотрудника полиции и опинали закон. Я курил? Ты видел, что я курил? Не ты, а вы. Я говорю, ты видел, что я курил? Не ты, а вы. А что ты меня, в чем ты меня обвиняешь? Не ты, а вы. Ты меня в чем обвиняешь? Вы разговариваете сейчас. Я тебя спрашиваю, в чем ты меня обвиняешь? Кричать не надо. Кричать не надо. Что нервы? Так он не понимает. Что он не понимает? Он все понимает. Что он не понимает? Все, я понимаю. Ты меня в чем-то обвиняешь? Вот в чем ты меня обвиняешь? Что ты мне можешь предъявить обвинение? Какое-нибудь есть у тебя? Если нет, то помолчи, пожалуйста. Мы видели, как вы, начальник УГАИ, 40 минут мозг выносили. С своими вопросами глупыми. Знаете, как смешно так было смотреть. А ты хоть понимаешь, что такое 32.2? Ты хоть понимаешь, о чем была речь? Конечно, понимаю. Ну и что, о чем она говорит? Ну скажи, если ты понимаешь, скажи. Я смотрел, я смотрел. Не, ну скажи. Кричать не надо. Ты просто даже не понимаешь. Кричать не надо. Кричать не надо. Зачем вы кричите? Я же не кричу. Пойдем, отойдем подальше. Пойдем, отойдем. Чего кричать? Я тут не по своей воле. Естественно. Если бы ты хоть немножко понимал, вообще, о чем речь. Конечно, я же вообще не понимаю. Ты хоть понимаешь, что такое 20-25? Не, ну это ты понимаешь. Конечно, конечно, понимаю. Это я знаю, ты понимаешь. А 32.2, пятый пункт, ты понимаешь? Ну, о чем он гласит? Ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Вот, не понимаешь. Так как ты можешь вывод сделать? А вот так. О чем я с Дубинем им там разговаривал? Да, вот так я вывод делал. Мешно было смотреть на ваши вопросы. Ну, это твое личное мнение. Это мое личное мнение. Ты, наверное, просто донес молодец. Нет, понимаете, я просто не понимаю, когда человек пишет такие заголовки, там, знаете, какие-то непонятные. Да как хочу, так и пишу. Ну, понятно, что как хотите, так и пишите. Ну, это, как-то, знаете, вот, нестыковочка получается. Какая нестыковочка? Ну, такая. Да если ты даже не понимаешь, о чем речь, о чем ты можешь говорить. Да не вам судить, понимаю я или нет. Что такое 32.2? Ты не в курсе. А так что ты судишь? Ты сначала статью эту почитал, а потом выносил свои суждения. Ты знаешь, ты вот смотришь вот этот ролик, да, а сам думаешь, блядь, там темный лес, какие-то статьи, какие-то о чем они там говорят. Вообще непонятно, да? Да. Ты даже, наверное, не расслышал, там, 32.2, что это такое? Ну, куда тут можно? И выносишь суждения чисто из воздуха, ни о чем там идет речь, о каких статьях. Ну, это свое суждение, пускай оно даже из воздуха. Там... Какое дело до него? Мне так ты, ты мне это говоришь, не я тебе это говорю. Ну, ты же, вы же говорите сейчас, я как хочу, так и называю. Так ты сам, ты сам, ты сам обо мне судишь сейчас. Как я там с Дубининым общался, да какая у тебя разница, как я там, как хочу, так и общаться. Не, ну, если тебе интересно, я тебе отвечаю, давай об этом поговорим. Да не, мы не будем об этом. Ну, вот и все. Разговор окончен. Ну, вот и все, молодец. Не будем состязаться в этих знаниях чего-то, кого-то. Че, когда там врач приедет? Как приедет. А че тот УАЗик стоит? Какой? УАЗик Кеннеди. Да я ж откуда знаю, что он там стоит. Че ты, бармельней. С голову сожди, пойдем, пойдем. Славя, да, позвоните. Минус. Пожалуйста. Все длины. Ирина, она нам подтвердит. Я ей попрошай подкирую. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Славя, че сидим, поможет ли нам? Ирина Анна, это же у нас человек народного контроля. Он контролирует деятельность правоохранительных органов. Ну, не мое же деятельность. Ну, он сотрудников полиции на дуб не переносит, понимаете? Да, мне не волнует его чувство. Семенадцать восемьдесят четыре. Так как вы уже догадываетесь о процедуре, не то, что догадываетесь, а проходили уже неоднократно. Уже двадцатая. Вот видите, новый, запечатан. Да, да, да. Семен, ну вы следите, что я... По нулям-то сейчас не показываю. По нулям оно не должно показывать. Семьсот пятьдесят два, десять пятьдесят четыре. Значит, инструкция. По моей команде набираете вот такой трудный. Посядьте, посмотрите. Я могу, Калил, посмотреть, что сейчас на дисплее. Посядьте, пожалуйста. Сейчас. Так, знаете что? Контролировать будете не меня. Вот так, я вам сказала, вы понятны ли мне? Хорошо, калибровать. Все, тихо. Уберите камеру. Нет, нет, давайте при камере. Ну давайте, при камере сделаем. Так, уводите. Это что, отказ от свидетельствования? Как это? Меня снимают еще, это самое... Подождите, какой отказ от свидетельствования? Камеру уберите? Нет, нет, давайте проведем эксплуатизму. Камеру уберите? Так давайте на камеру проведем. С какого это перепуга? Я на камеру буду работать. Да вы не переживайте, вы не переживайте, никуда эта запись не пойдет. А я вообще меньше всего переживаю. Вы переживаете, да? Не, но если вы сейчас нарушите, она обязательно появится в интернете. Конечно нарушите. В интернете все увидите. Вы снимаете меня без моего ведома, без моего согласия. А я не имею на это право? Это не прочая статья, не имеете права меня снимать. Ну, 24-я статья Конституции к вам не относится, вы должны остановиться. А вы тогда расскажите в суде. Ну, подайте на меня в суд. Вы сейчас что, отказ пишете от освидетельствования? Вы сейчас что там пишете? Давайте проведем освидетельствование. Я хочу на молодого человека написать заявление за то, что он меня снимает без моего ведома. Пожалуйста, примите у меня заявление. Я вам могу свои данные передать. А я не хочу с вами никаких данных. Да ради вас. Примите от меня заявление. Вы понимаете, что это должностное лицо? Ну, все глупые. Ну, так объясни... Вы же только умные. Мы же глупые. Откуда мы можем что-то понимать? Нет, вы можете объяснить человеку, что он является должностным лицом. Вы же умный, а я нет. Вы можете объяснить. Причем здесь кто умный, кто не умный? Я не контролирую орган. Я не знаю, чтобы человеку что-то объяснять. Хорошо. Давайте, да, заявление примем. Так а со мной потом, после заявления или как будем сейчас? Сейчас будем общаться. Если бы все сделали, все в порядке, никакая бы запись в интернет не попала. Сейчас она попадет. Так врач не будет это производить? Я же это производить. Давайте. И с разницей какая-то? Давайте, давайте. Дуйте. Непрерывно, пока я не скажу, хватит. Все. Смотрите. Камеру отверните от меня. Нет, по нулям. Все, по нулям. Все правильно. А меня это теперь меньше всего волнует. Нет, перед ней экрана мне. Иди, уважаемый знак. Все, по процедуру записали. Нет, перед ней. Нет. Задоюсь. 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 Договорили свои желания. Ну, трезво. Да. Чего? Выключайте телефон. Зачем? Ну, за чего. Дальше снимаем. Дальше снимаем. Продолжение следует... Продолжение следует...